Мирон Чудло Экспонируется в выставочных залах Испании, Австрии, США, Японии, Франции и многих других. В последнее время художник вернулся к живописи, которой не занимался более 20 лет. Его последняя выставка «Коляровые сны» – эксперимент, в котором художник использует нетрадиционные для живописи материалы. Последнюю выставку, где я выставлял картины, было где-то в 1976 году. После этого, до 1990 года, я еще выставлялся, но не в этом зале, в разных местах. И когда распался Советский Союз, меня раскупили все работы, кроме одной. Она вот тут будет висеть. А я увлекся тогда фотографией. И по сегодняшний день я был очень увлечен фотографией. Но дело в том, что мне та фотография, которую я делал вручную, на пленке, она мне была интересна, потому что я там прикладывал свой труд. То есть я руками там что-то делал и так далее. Вот это сейчас компьютерное, может сделать любой, сейчас они уже научились. И она мне стала неинтересна. То есть сейчас фотография стала просто… Ну, да, как репортажная она обязательно будет существовать, и она должна быть. А такое уже мне она стала не очень интересна. И тут я открыл новый материал – полиэфирное волокно. Это кровельное волокно, нахимволокно. Ну, вот, и я решил сделать такой эксперимент. Попробовал одну картинку, что-то получилось. Попробовал другую опять. Но не к этому материалу нужно подходить по-разному. Я уже потом стал экспериментировать. Дело в том, что у него две стороны. Одна сторона такая лохматенькая, вторая гладкая. И разные вещи получаются. В одной как бархатная, в одной как… Я стал пробовать разные эти краски, мочить водой и так далее, и так далее. И каждый раз получается новый эфир. Вот это мне стало интересно. Так, это акварельная бумага. Она была написана в 1976 году. Вот. А через лет 15 я встретил девушку. Такую же, как я написал на этой картине. Вот. И я ее привел домой, и она стала моей женой. Ну, я где-то в 1965-го начал там, как говорится, выставляться. А в 1969-м, это было перед 100-летием Ленина, когда был такой большой, этот самый, в 1970-м году вот пришло. И я получил звание «Лауреат молодых художников Советского Союза». Такие звания было не так уж много, они были по разным странам. Я люблю, когда это вызывает какие-то приятные чувства, а не отрицательные. Потому что не хочется мне. Сколько я выставлял за границей всевозможных наших, как говорится, девушек, многие девчанок и так далее, я всегда хотел показать, какие у нас красивые девушки. Когда я обрабатывал, мы тонировали фотографии, то мы использовали чай, чтобы был коричневый цвет, кофе. То есть мочили фотографию в этом растворе, и он менял цвет, становился. И я подумал, почему нельзя попробовать на этом. Я взял кофе, пил, попробовал. Хлябь, смотрю, кладется. Ага, так почему нельзя? Но тут другой вопрос. Теперь я вам говорю, есть, когда я пишу, есть вещи, которые я сначала мочу полиэфирное волокно, потом на нем пишу. Есть по-сухому. Вот, и так дальше. Есть, которые я просто брезгаю на него. Когда пишу, потом наверх еще брезги делаю, чтобы оно как-то обыграть. То есть я пробую вот этот материал. То есть эксперимент, это эксперимент.